Всем привет, начнём с крутой шутки. Сегодня я покажу вам свой хуй, ой, шучу, гонку. Ща я вам всё покажу. Это ебанутые. Это какой-то пидарос. Вот тут извращенцы трахают добычу. А это я. А вот тут мы стартуем. Наслаждайтесь гонкой. Ну ебать, как обычно. Кто-то перебрался с пайсукой. Кто-то начал драку с мамкой. Из-за невыполнения договора о домашке. У кого-то озабоченная. Псина бегает по дому. И каждый сука раз. Получается эта хуйня. Когда едешь, едешь. Ебать чудила по курсу. Берегись, пассажиры. Ну ладно. С первой прямой вроде бы ничего. Всего лишь чуть не откинулся от перепуга. Вот смотрите, что-то неладное. Замечаете? Потом я ещё почувствовал обиду от того, что инерция жоп стала сносить так же сильно, как вас в школьном коридоре, когда помыли полы. Я долго думал, что же это могло быть. А это Димас. Когда-то я отстрелил ему жопу в взгоп. Теперь он делает это во сетке. Хорошо, не стоит мне рассказывать личное. Вернёмся к нашему обзору гонки. В прошлой гонке, Хангри наехал на коммунистов и отжал у них позицию, что коммунисты решили не оставлять просто так и спиздили гоночные покрышки Хангри, чтобы накормить жён и детей этими самыми покрышками. Хангри об этом не знал и вылетел на песок, но это не беда, ведь у моей воображаемой команды Аутизм Рейсинг есть запасной план по победе в местной холодной войне, но об этом позже. Некоторое развитие событий, исходящие от прошлой гонки, получил из матраков. Школьники, что перегрызли ему кабель интернета в прошлой гонке, получили пизды от его бати, обиделись и перегрызли ему ещё и тормоза. Так что он вылетел, да. А бедолагу на серой машине выжили с трека злые злыди и теперь он в конце. Едь, мальчик, едь к своей мечте. Вот тут я просто увидел какого-то вылетающего чудил и решил вам это показать. Вот и подошло время последней связки поворотов. Заводов решил ибануть трёху и наелся песка, а после погнался за друзьями, курить за гаражами и подглядывать за подростками, а Толин походу просто ибанутый и решил поехать к стене веселья ради, без таких бы не было моих видосов. Не знаю наверняка, но они там, кажется, ещё и пончики и башить начали. А шо тут у нас? А это ещё один батл за призовой кумыс, устроенный между Хангри и Сматраковым. Сматраков осознал своё положение и решил, что кумыс сегодня не получит никто. А тем временем запасной план команды «Аутизм-рейсинг» по зажатию коммунистов начинало работать. И даже потенциальная угроза нашему антикоммунистическому плану каким-то образом самоустранилась. Тем временем, Хангри решил сделать пистоп, чтобы вернуть спиженные гоночные покрышки и показать всем, как он их. Но потом он увидел призрака, который забрал его в ад. Мы несли потери. Меня собирался обойти сердце Матраков, и обошёл, после чего моя машина превратилась в тыкву. Но запасной план по свержению коммунизма продолжал работать и главный коммунист, Артём, был свержен, с трона, к концу гонки, но показать я вам это не могу, так как я вышел, и у меня нет этой записи. Давайте, начинайте про постанов, типа старую пластинку поставили, как с высадкой на Луну.